Спасибо, что пришли. Действительно, такое мероприятие у нас проводится в Питере первый раз. Вообще не самое частое мероприятие для IT-представистов-программистов. И я занимаюсь академией. Я тот самый человек, который делает видеокурсы и экзамены, поэтому все, что вас на тему волнует, мы с ним можем пообсуждать. И после доклада, и здесь я буду до конца мероприятия. Очень хочется понять, кто сегодня пришел. Давайте чуть-чуть познакомимся. Я приставился, немножко сделал эту утреннюю разминку по машинкам. Ребят, кто прямо программист-программист, чья функция реализовывать, не тем лид, не менеджер, программист-программист. Ага. Как бы так с половиной точно. Ребят, и по опыту. Кто с нами до года с платформой только начал делать первый проект? Слушай, так, больше новичок. Окей. Кто год-три? Ну, уже опытный, понимает. Кто больше? Там больше трех, больше пяти лет. А есть кто больше десяти лет с нами в зале? Обалдеть. Спасибо большое. Примерно понятная основка сил. Наверное, мой доклад будет больше ретирован на тех, кто или начинает, или опытный, но с платформой знаком не сильно. Он будет посвящен тому, какие типовые ошибки совершает практически каждый разработчик знакомый с нашей платформой. И начну я вот с такого прекрасного слайда. Мне Яндексу подсказал эту картинку буквально сразу. Ну, инструкция. У нас есть отличная документация. Там есть к ней вопросы, что-то еще, но вообще она большая. У нас есть огромный текстовый курс. Мы сняли кучу видеоуроков. Но просматривая форум, просматривая чаты там в Телеграме, часто вижу вопросы очень классические. Как вывести там что-нибудь? А как мне сделать? То есть это вещи, которые лежат на поверхности. Мануалы мы читаем, ну, не очень любимые, и, возможно, так везде. Но здесь у нас все-таки платформа. Она не маленькая, она сложная. И методом тыка идти, но довольно-таки сложно. И когда это твой личный опыт, когда это опыт коллег в коллективе, ты видишь это по одному. Когда мы начали делать экзамены и платные курсы, там сегодня прошли курсы, когда они были в платном формате, порядка по полутора тысяч. Сегодня мы приняли 2700 с плюсиком уже экзаменов. Ты видишь в целом срез, ты понимаешь, что вот это, ну, прям реально. Зачем мне мануал? Я могу сделать так, как мне хочется. Это, как мне хочется, бывает очень неожиданно. Фантазия, ребят, ну, прям хорошая. Иногда удивляешься, как это вообще сделано, и ищешь пути. То есть как это сделано, даже не понимаешь сразу. Неочевидно. И иногда это прям вот реально. То есть человек старался, сделал, ну, прям вот видно, что молодец. Ты ему говоришь, так нельзя делать. Ну, неправильно. Например, не знаю, там, яркий пример. Задание вывести в шаблоне сайта, там, в левой колонке последний отзыв. Коплистный компонент там. Да, и выводил там последний отзыв, и тянется бы вот это все остальное. Человек говорит, ну, я же сделал. Почему ты неправильно? Почему я не сдал экзамен? Да, то есть реально. Мы-то не любим, но стоит. И что еще вытекает отсюда? Вот такие люди, значит, методом тыка научились что-то делать. Они считают, что у них получается все окей. Они начинают, отвечая другим. И реально тоже там ситуация на экзамене. А я вызываю сайтайтл в компоненте в template PHP. Кто опытный скажет, что будет? Кто поделится? Что происходит, если вызываем отложенные функции в шаблонах компонента? Кто скажет? А, есть опечатка. Спасибо. А, по сути, если в шаблонах компонента мы вызываем отложенные функции? Конечно, она же не работает. Да, то есть что делать новичок? Да, конечно, вырубим и нормально, но проект же работает. Я же сделал. Обижаются? Ну, у меня же работает. Коллеги так все время делают, все окей. Ну, что вы, я экзамен не сдал? Ну, что вы. Да, собственно, метод научного тыка популярен. Ну, что получается? Приходят даже опытные ребята на экзамене, все решают круто, а вот отложенные функции в шаблоне, бабах, компонент она. То есть какой-то пробел. Откуда? То есть человек дает обратную связь в банкете, там, 5 лет опыта. Как так получается? Да, у нас есть еще интересная штука, когда мы потом начинаем спрашивать, и нам это советуют. Не очень хорошо. Вот это еще интересная тема, когда я работал с системой X, я это делал вот так, так же пробую в битриксе, а что-то и не получается. Ну, нельзя применять предыдущий опыт и понимание архитектуры других платформ, да, к нашей. Собственно, грабли одни и те же. То есть срез, я сейчас покажу, все новички попроходят, ну, причем новички так, до условного мидра проходят по одним и тем же стадиям, и, ну, можно узнать все заранее и по ним, и не ходить. Еще есть интересная штука, когда классика жанра проект сдан, при тестировании поместили в каталог 5 позиций, проект сдали, все хорошо, клиент, как бывает часто, через месяц-два разогнался, каталог наполнил в 5000 позиций, к нему пришла аудитория, сайт умер. Да, то есть почему? Потому что при разработке даже и не учитывалось, что мой прекрасный цикл в гэтлисте будет принимать не 5 позиций, а 500 или что-нибудь еще, да, где стоят галочки в компонентах, которые, да, они истандартные, но не учитывая, что у вас будет 5000 позиций, нужно это обрабатывать по-другому. Собственно, что в итоге, да, то есть вот эта позиция, очень просто перевести стрелку на платформу, я здесь специально пишу, что будущий разработчик, потому что тот, кто занимается профессионально, так, конечно же, не делает, да, а кто потом в итоге страдает. Мы клиенты, которые понимают весь рынок так, что там все плохо, там все непонятно, почему-то не получается и так далее. Хочется, чтобы мы занимались и начинали делать это сразу профессионально. Именно для этого появился проект Академия. Что он в себя включает? Видеокурсы, которые позволяют не в формате документации, да, когда она большая и не очевидно, что нужно в первую очередь, а в формате пошагово понять, как, собственно, устроена платформа, какие там есть элементы, что важно знать сразу. Мы сделали разные форматы обучения, и для тех, кто стартует сегодня, и для тех, кто, в общем-то, уже опытный, может почерпнуть знания по тем или иным технологиям, платформам. И последняя фишка, да, мы запустили это в прошлом году, для того, чтобы проверить себя, показать другим, можно сдать экзамен. Что из этого получилось, сейчас немножко посмотрим. Значит, курсы у нас еще раз напомнили, познакомили тех, кто не знает. Ну, прямо вот по шагам, даже так их и назвали. Раз, два, три. Интеррация дизайна, сны, технологии и рашины, технологии. Прямо по шагам. То, что нужно знать, джунил, грубо говоря, условно, миду или там сенью. Условное разделение, но прямо так проекты реализуются. Сначала простые, потом мы начинаем их кастомизировать, потом мы пилим свои модули и что-то еще. Отдельно сделали курсы по D7, есть курсы по B224, по Marketplace, по бизнес, по процессу. В общем-то мы покрываем там все основные и важные моменты. Больше 11 тысяч сегодня зарегистрировано у тех людей, которые получили доступ к курсам. Они бесплатные, они есть и на YouTube, но на нашем сайте вы получаете там и материалы, которые очень важно использовать при обучении. Это задания, примеры. Очень разные темы. Самое главное, что мы там постарались избавиться от воды. Там очень мало теории и максимум практики. То есть все то, что программист обычно делает с платформой, реализованный проект, мы там дали по шагам. Недрить шаблон, сделать свой компонент, применить об обучении событий. И на выходе мы начинаем понимать, собственно, какой у нас есть набор инструментов. Ну вот буквально как инженер, приходя, не знаю, к какому-то оборудованию, понимая, что ага, вот здесь нужно сделать, я беру вот такой гаечный ключ, ключ его здесь, и все окей. Да, не берет там швуповет, начинаем сверлить в том месте, где не нужно. Очень прямая аналогия. Получив эти знания сразу, мы сильно сокращаем вход. Нам не нужно месяцы тратить по частям, пальчикам, пробуя, как это работает методом тыка. Мы сразу понимаем устройство и делаем про это хорошо. Собственно, сделав экзамены, мы очень сильно, во-первых, подтвердили, что вот действительно изучая платформу пропускает, и курсы – правильная история. И сегодня покажу, ну, наверное, самые частые ошибки. Они бывают как в прейтах, так они, собственно, сегодня приводят к тому, что экзамен будет не сдан, если вы захотите проверить свою компетенцию. Первые будут вот такие совсем стартеры, а дальше даже вот так хиты сегодняшнего сезона. Первое – это неверное разделение шабона на хеддеры футер. Здесь страдают совсем новички и опытные бэкэндчики, которые, ну, так мало занимаются такими простыми задачами, как шабон внедрить, но занимаются много по программированию. И они сразу переходят на уровень, там, модули пишут, и что-то еще, потом раз, там, приходят на первый экзамен. Ну, его сдать нужно, чтобы там сдать более сложный второй. И шабон внедрить не могут правильно. Здесь все очень просто. Нужно очень хорошо подойти к этому моменту и разделить изначально правильно верстку. Еще один элемент, который пропускают часто, то, что заголовок страницы, на самом деле, это хеддер, а не контент. Его тоже необходимо выносить. И здесь ответ очень простой, чтобы избегать эту ошибку. Нужно быть просто профессионистом, маниакальным. Проверить четко, что все теги у нас в хеддере открыты, значит, они же там в футере закрыты. Что если подключаются стили скрипты, что они все подключились, если внутри стилей скриптов подключаются ресурсы, что все правильно изначально. Пропускают это на этом этапе, переходят к реализации функционала какого-то контента, что-то выводят и все съезжает. И они не понимают, ну я же вывожу нормально, почему съехала. Да потому что на этом этапе разделения просто банально пропустили, что-то сделали невнимательно. Очень важно здесь все отследить. Можно проверить себя, удалить всю контентную часть. И верстка должна у нас не поломаться, а остаться, и можно спокойно ехать дальше. Здесь же элемент оставляет дефолтные элементы из шаблона сайта или шаблона компонентов. Частая история. Удивительно, но в верстке, которую передали на внедрение, у нас был доктайп такой, html просто после шаблона вот такой. Смотрим, это из шаблона дефолтного старого. И что говорит бэкрейщик? Да какая разница? Ну там же не видно вообще ничего. Вы спросите у верстальщика, который вверстает, ему важно, чтобы все было четко в той версии бразио, под которым проверил и так далее. Или еще история. Внедрил меню, ну вроде бы все классно, отображается красиво, но в случае, если мы стоим на этом пункте, почему-то появляется какой-то бэкграунд, какие-то полосочки. Ну потому что, когда внедрял, опять же увидел, что шаблон стандартный, классный, подходит и оставил как есть. А там какие-то стили подключаются, которых у нас в принципе не было. И потом съезжает. Вот это потом отлавливать сложно. Когда вы внутри что-то делаете, контента все едет, непонятное выделение и так далее. Сразу хорошо внедрить. Собственно, ничего не закопировать, то только то штайно, которое вы берете изначально. И когда вы копируете дефолтные шаблоны сайта или шаблоны компонентов, все удаляем лишнее. Там стили, картинки, что-то еще, JS, все туда обязательно выпиливаем, чтобы было только то, что вы реально внедрили сами. Еще очень небольшая штука, в общем-то довольно-таки очевидная, сразу после ошибки, но все ходят по этих проблем с самого начала. Когда у нас цепочка навигации выстраивается каким-то странным образом, дублируется или какой-то появляется вдруг странный заголовок на всех страницах сайта. А все почему? Потому что у нас есть компоненты, которые вводят данные информационных блоков, они влияют на цепочку навигации и заголовок. Такие есть типовые галочки. И тем более, если вы внедряете компонентик в шаблончик, тем более футер, если опции будут стоять, то они будут перетирать вышестоящие вызовы API, и у вас будет один и тот же заголовок на весь сайт. Очень важно это просто поконтролировать и не наступать на эти всем уже известные грабли. Собственно, еще раз зафиксирую то, что проговорил. То есть обращаем внимание на стоке компонентов. Казалось бы, доступ дать. Значительная часть экзамена номер один не сдается потому, что не могут выдать доступ на редактирование страниц в обычном разделе. Это очень простая штука. То есть мы умеем хорошо давать доступ на модуль или на инфоблок, а вот доступ к разделу сложно. Неочевидная штука. Нет такой кнопки готовой. Но в мануале прописано все четко. Ну прям от и до. Есть у нас и панель управления, управление структурой, доступ к разделам. Один раз всегда знакомятся, и проблемы здесь не будет. Переходим к более тяжелой артиллерии. И вопрос, наверное, на самопроверку. А есть кто себя узнал, когда с платформой ознакомился или сдавал экзамены? Кто-то не постесняется. Одна рука. Да ладно, что там. Все ходили. Я сам ходил. Собственно, вот эти вот курсы экзамена появились на основании опыта, во-первых, личного, пройти по всем этим граммам, а во-вторых, найма программистов, которые не опытные в платформе, нужно было проводить каждый раз за ручку по всем этим граблям. Очевидно, все ходили одинаково. Ну и, собственно, это все выражается сейчас в курсах и экзаменах. Собственно, get list в цикле. Это был хит прошлого года. Каждый, не знаю, второй экзамен, номер два, не сдавался, потому что фигачили get list в цикле. Причем кто-то умышленно, кто-то неумышленно, но мы специально прям ввели правило, сказали, ребят, вот get list в цикле нельзя. Там есть, где он неизбежен, там по свойствам информационного блока или что-то еще, но вот если вы добираете данным по элементам инфоблока, там, не знаю, в результате модифарии, никакого цикла, да, не делали и делали. А, собственно, отучили. В этом году уже очень мало экзаменов с такой ошибкой. Но, собственно, идея очень простая. По умолчанию база данных – это более ресурсоемкая операция получения данных из базы, нежели из PHP, да, грубо говоря. И очевидно, что если можно вызвать базу один раз, то это стоит сделать. Есть исключения, но они редки, да, и там в 99% случаев это не та история. Поэтому очень просто обязательно собираем ID-шники в массив, передаем фильтр в get list и дергаем его один раз. Отложенные функции. Сами по себе технологии вечно вызывают ряд вопросов. Но здесь просто нужно сесть и разобраться один раз. Что, грубо говоря, для чего это сделано? Для того, чтобы в хейдере проставляются какие-либо данные страниц, например, мета-данные в HTML, а повлиять нужно на них в компоненте, допустим, из компонента, который вводит новость, чтобы заголовок там отдать правильно. Система очень простая. Один вызов функции ставит, условно говоря, метку, которая потом будет заменена. Второй вызов функции ее устанавливает. И есть ряд этих функций. Они хорошо описаны. Вообще-то тема очень хорошо прописана и в документации, и в курсах, и в видеокурсах. Стоит один раз изучить. Ну, собственно, получается у нас хэдшот, когда отложена функция в шабоне компонента. Мы об этом сегодня уже поговорили. То, что он пытается делать в результате модифайра, тот же самый смысл, с тем же эффектом это не работает. Собственно, очень простое правило. Всегда любая кастомизация системы должна поддерживать кеширование, компоненты и так далее. То есть новички просто вырубают кеширование, у них все хорошо, функция работает и так далее. Или не замечают. Протестировав все окей, а то, что при кешировании у него получается элементы пустые, с пробелами и не замечают. Это просто табу. Если вы сдаете проект и вам пришлось вырубить кеш, чтобы заработал какой-либо функционал, который вы реализовали, вы сделали неправильно. Это однозначно нужно пересмотреть решение. Собственно, у нас есть компонент эпилог для кастомизации компонента. Если вам нужно вызывать код на каждом хите, у нас есть результат модифайл, чтобы доложить данные в кеш, которые вам будут нужны в компонент эпилоги. Это непростая штука для новичка. Я даже прочитал специальные отдельные вебина, которые показывают еще раз именно эти нюансы. По итогу обсуждения родилась вот такая упрощенная схема работы компонента. Но нужно понимать. Иначе вы каждый раз, реализовывая функционал, связанный с функциональными блоками, получение динамических данных, кеширование должной функции, будете ходить по одним и тем же кораблям. Один раз нужно понять, что есть губерахид, губерахид, который идет у нас по компоненту вот таким образом, потому что он не в кэше. И когда у вас все закешировано, хид идет совсем по-другому и работает с другими данными. И это очень важно. Есть область, которая будет вызываться всегда. Есть область, которая у нас закеширована не будет вызываться, будет отдаваться отдельной, сразу готовой аштейной. Есть область, которая будет вызываться, но в нее нужно специально передать данные через кэш. И, ну, собственно, да, один раз понять и разобраться с этой схемой. Я думаю, что вебинар должен здесь отлично вам помочь, если еще не знаете. Компонент. Опять же, хит прошлого года. Сделать свой комплексный компонент, причем мы просили добавить просто страничку, то есть не с нуля, но чтобы была поддержка чипу и не чипу, чтобы правильно работали имена переменных, которые можно менять через высоких компонентов. В половине случаев это не реализовывалось, и я надеюсь, что Света сегодня вам покажет, и вы сможете понять, как это работает уже окончательно. У нее будет доклад после моего. И, кстати говоря, вообще вам достаточно повезло, ребят. У нас не так много учебных центров, кто обучает вживую. То есть мы это делаем в формате онлайна, массово для всех. Мы не учим сами, как преподаватели. Есть учебные центры, и у нас есть, ну, наверное, можно сказать, даже один учебный центр, который много системно учит программистов хорошо. Это компания BestRank, собственно, Света Руссова ее представляет, она находится в Питере. Это большая удача, вы можете, собственно, здесь вживую пообщаться и обучиться. Остальным приходится пройти и это решать более сложными путями. Ну и, собственно, любимая в кавычках ошибка – это кэш своих компонентов. Когда размещают очень большой объем данных в кэш, компоненты не понимают вообще, что они делают и для чего это нужно. Хит этого сезона – сегодня самая частая ошибка, по которой не сдают экзамен на профессионал. Собственно, что происходит и почему так? У нас было много рук коллег опытных. Давайте это самое попробуем подразобраться. Вот при пример кода здесь убрано все лишнее. Смысл в том, что мы по заданию выводим элементы, продукцию, сервисы, их каким-то образом смешиваем, и по итогу, что используется, собственно, вне кэша, мы устанавливаем заголовок в компоненте. Это компонент наш, нам не нужно использовать никакие компоненты эпилогии. Собственно, цвета этого здесь у нас есть, но это не работает. Кто скажет, что здесь не так аж дважды? Какие идеи, ребят? Я понимаю, что если кто сидит спереди, тому комфортнее, то сидит сзади хуже видно. Давайте попробуем. Варианты. Еще раз. По-моему, с ним все хорошо, но по крайней мере, по моей идее нет, дело не в нем. Еще варианты. Значит, еще раз про задание. Что нам нужно, собственно, по итогу установить в заголовок страницу количество элементов. Вот что неправильно в коде по отношению к этому пункту? GetMessage не кешируется, но он, собственно, и вне зоны, он и не в зоне кэша. GetMessage, ну, нет, не по нему. Да, пожалуйста. Да, близко, но почему? Что здесь не сделано, чтобы оно заработало? Точно, ребят. Смотрите, мы просим, что нужно в некий, собственно, установить setTitle. Значит, это делается в некий широмой области. Значит, мы вызываем все правильно. Но вот эта перемена у нас должна быть. Если вот этот код у нас исполнился, он у нас закеширован, этой перемены не будет. Что мы должны сделать? Мы должны сделать setRisiteCashCase. То есть первая ошибка, что вот этот вот ключ не передан здесь. Здесь другой массив. А какая вторая ошибка? Ту, про которую, собственно, я озвучивал. Как она реализована, реализована эта ошибка здесь в коде? Я верю, вы справитесь. Идея. Давайте. Давайте еще раз. В кэше компонентов слишком большой объем ненужных данных. Помещаются те перемены, которые нам, собственно, в некой широмой области не нужны. Что происходит здесь? Конечно. Конечно. Мы отобрали кучу элементов. Спасибо, что только сервисы, но еще и не про продукцию. То есть реально типовое решение. Сделали свой компонент. И все, что вообще получали, тут же делают setRisiteCashCase. Все приходит в кэш. И поехали дальше. Зачем? То есть реально есть очень большое непонимание, как отрабатывать стиму кэширования компонента. Могу еще раз показать вот эту упрощенную схемку, что у нас есть область компонента не кэширования, в которой, собственно, мы вызываем setTitle. С ней все хорошо, но error result к ней приходит вот отсюда, а не тот, который мы получаем здесь. То, что мы сами и поместили в кэш. Очевидно, нет никакой необходимости пихать сюда все, что было у нас получено, чтобы установить один заговор. Нужна одна переменная. Мы реально размер файла кэша увеличиваем в разы. То есть у нас HTML может быть вот такусенький. И при этом находится вот такой сервисованный error result весь. К чему он там? К чему это приводит в ситуациях крайних? Реальная история. Клиент обращается, я еще будучи программистом, который непосредственно проекты реализовывает. Нас главное, что-то перестало открываться, подтормаживать, глядя в том, в чем дело. Нас что-то не могут. Открывая главную, небольшой блок, который вводит специфичные товары, кэш 5 мегабайт. 5 мегабайт маленького компонентики, который вводит там условно 5 товаров. Смотрю, а там огромное определение этих 5 элементов с выборкой из разных функционных блоков, причем дергают все поля с детальным описанием, со всей ерунтой, как только можно, и все это смело полетело в кэш. И естественно, при таком объеме, да и не только при 5 мегабайтах, при значительном объеме, когда у вас будет порядка 1 мегабайта, получение файлика кэша, его парсинг и определение результатов, которые вы потом нигде не используете, занимает времени больше, чем вы просто дернули базу. То есть вы получаете непроизводительность, не рост производительности, да, для чего кэш нужен, а наоборот. Поэтому очень важно помещать в кэш только то, что реально нужно. Правильное решение было бы убрать отсюда сервисы, поставить там каунт продукции, и все было бы просто прекрасно. И вот прям выдерживаем. Мы пообщаем то, что используется в некей шириной области. То есть один из вариантов обсуждения, почему я не сдал экзамен, я все сделал правильно, я вызвал с этой из-за кэш-кейс, а зачем там у тебя конец продукции весь? Ну я же потом в шаблоне его использую. Нет, шаблон не использует закешированные переменные, он выводится, собственно, потом готовым html. Закешированные переменные вам нужны в некей шириной части. Шаблон — это некешируемая часть. Кешируемая часть — это очень важно. Есть еще одна, и даже два элемента, которые могут сбить с толку новичков. Компонент по умолчанию, к сожалению, сохраняет весь резайт в кэш. С чем это связано? Обратная совместимость. Так компоненты работали давно. Вот эта функция вообще кеширования, помещение только нужных данных, не то чтобы свежая, но мы не можем по умолчанию поменять поведение компонентов кучу проектов, которые реализованы с той логикой. Мы просто сломаем. Так делать нельзя. Но разработчик должен это понимать и применить функции set, result, кэш-кейс, чтобы определить. И второе. Наши типовые компоненты помещают довольно-таки много данных. Там элементы, сделают что-то еще, это связано с их универсальностью. У нас очень много настроек, которые могут потребовать использования этих данных. Когда вы делаете свой компонент, у вас такого нет. Вы точечно определяете то, что вам нужно. Непростая штука. Ее нужно хорошо понимать. Опять же, и вебинар провели, и уроки есть, которые хорошо должны здесь подсказывать. Теперь слайд радости. Экзамены, это как раз-таки та самая штука, которая позволяет и опытным ребятам, и неопытным предпринимать сразу вот такие вещи. И не совершать их в проектах, и не краснить потом перед клиентом, что у нас что-то не работает, когда мы каталог наполнили хорошими данными. Вообще, самая главная штука экзамена, это не то, чтобы получить документ. Это мотивация выделить время, сесть и разобраться. То есть подготовка, это есть то самое, что нужно специалисту. И даже такой мем, я его вспомнил еще с вуза, что такое экзамен? Это единственная возможность порой узнать хоть что-то на хотя бы несколько дней. Сесть, разобраться и сделать. Если кто-то еще не знает, и, наверное, давайте спрошу, кто из присутствующих сдавал экзамены? Первый или второй? Ага, ну прям много. Кстати говоря, я вижу руки непрограммистов, которые сдавали экзамен. Значит, кто еще не сдавал и, может быть, не знает? Эта штука полностью проходит в онлайне. То есть никуда не нужно ездить. Мы там проверяем личность. То есть мы сверяем, кто нам реально пришел сдавать экзамен, чтобы сертификат выдать тому человеку, кто все-таки защищает свою компетенцию, а не просто пригласил друга или более опытного коллегу. Мы даем задания практически. То есть это сервер, мы дали HTML, дали бизнес, выберите верстку, выберите компонент на первом экзамене, на втором сделайте свой компонент, сделайте кастомизацию компонента комплексного, пожалуйста. И проверяем все то, что я говорил, те основные грабли. Вообще есть по каждому экзамену есть прям документ, который показывает вам, какие будут темы и что там важно. Какие важные ошибки не совершить, чтобы экзамен сдать. Мы контролируем процесс, то есть очень наглядно видим, как сдавался экзамен и проверяем экзамены по единой методике, что дает адекватную, одинаковую оценку всех специалистов. Кстати говоря, немаловажный элемент, ведь сколько человек, столько мнений, как правильно решить ту или иную задачу. Поэтому правила, они как бы немножко нас ограничивают, что мы можем с вас требовать. И вам дают понимание, что мы считаем правильным. Чтобы не было потом такого, почему вы поставили, что я не сдал, я же сделал, оно же работает. Потому что есть такой пункт правил, так делать на самом деле нельзя, это неправильно и не по технологии. И там есть такая штука. Это же сервер с удаленным столом рабочим. Там стоит очень простой редактор кода, не идея, нет подсветки, вообще не ваша любимая идея. Там нельзя гуглить. И терминал вообще он дает некоторую задержку, у кого слабый тред, но прям довольно-таки ощутимую. И это реально, наверное, регулярная обратная связь, что ну как так все медленно, почему нет моей любимой идеи, вообще гуглить нельзя, но почему я же, когда делаю проект, я всегда гуглю. Это правильно, программисты гуглят. Правильно, конечно, гуглят, но нам важно показать реальную компетенцию. Если вы будете гуглить во время экзамена, мы не знаем, вы сейчас ответ нагуглили, скопировали, и вам повезло, но вы не знаете, как это работает, но оно вдруг оказалось верным. Или вы это осмысленно сделали. Мы не можем этого знать. Мы смотрим только на факт решения. И вообще задания на экзамене, они не про алгоритмические штуки, которые нужно придумывать. Там нет уникальных сортировок, когда реально нужно пойти в Google, найти алгоритм, скопировать, адаптировать под себя и применить. Там нужно показать, что вы знаете, как компонент сделать. Что можно гуглить, как сделать компонент. Вы должны это знать, и тогда у вас компетенция есть. Если вы не знаете, у вас какой компетенции нет. Экзамен проверяет очень простые штуки. Собственно, да, мы получаем некоторое неудовство, но мы получаем реальный процесс, который показывает, что у человека есть компетенции, заявленные в экзамене. Это очень хорошо применяется партнерами. Многие партнеры, у которых большие отделы программистов, они регулярно нанимают и обучают. Раньше они сами учили, сами проверяли. Сегодня они с удовольствием тысячу рублей платят за экзамен. И мы чекаем, отдали нам эту функцию. Собственно, во многом ради этого система и была построена, чтобы новички входили быстро, партнеры тратили меньше времени на обучение и контроль. неудобно, медленно тормозит, а отзывы какие-то какие-то. 85% говорит, нам нравится экзамен. Вообще, мне кажется, это просто про челлендж. То есть это сложно, это вызов, я справился, сделал. Да, было трудно, да, было неудобно, но справился с этим. Это некоторая для себя ачивка, и можно показать другим. Собственно, мы это завернули в три уровня специалистов по нашей платформе. Базовый, профессионал, эксперт. Чтобы получить тот или иной уровень, нужно пройти ряд экзаменов и тестов, и мы наконец-таки скоро выкратим страничку, которую можно будет открывать в паблик, будет отображен ваш уровень, какие вы сдали экзамены, какие вы сдали тесты. Такое резюме, которое можно похвастаться. Сегодня доступны два экзамена, я очень надеюсь, что в этом году мы сделаем еще два, то сегодня можно защититься на уровень профессионал. За 16-17 год мы приняли 2700 экзаменов. Это подходов, это не разных людей, это попыток сдать. Первый экзамен, большая часть, 75% сдают с первого раза, второй экзамен, примерно 50% сдают с первого раза. Есть с пятой попытки сданный второй экзамен. Это, по-моему, был максимум. Очень человек хотел, очень настойчиво прошел по всем граблям, то есть мы ему дали всю обратную связь, он перепробовал все разные билеты, все разные варианты, теперь знает все ошибки, сдал. Можно было бы сразу прочитать, а не получать от нас обратную связь, какое же правило нарушил. И сегодня у нас больше тысячи специалистов по подпределению уровень базовый, и порядка 500 подтвердили уровень, что профессионал. Собственно, для тех, кто заинтересуется, ребят, не ходите методом научного тыка сдавать экзамены, откройте, что там будет, откройте темы, прорешайте примеры, то есть все то, что вас встретят на экзамене, вам доступно для подготовки. Пройдите и уже приходите на экзамен. Обязательно посмотрите на наш демо-сервы, чтобы потом на экзамене не удивляться, что это за редактор, что это за Ubuntu там у вас, и так далее. Это все можно пощупать заранее, если для вас эта среда незнакома. Собственно, кто будет сдавать успехов, по ссылке Академии, один из библиотектов, вы найдете и курсы, которых я говорил, и экзамены. Собственно, у меня все. Спасибо вам за внимание. Я даже уложился во время. Спасибо.